Друзья, всем привет! Сегодня у всех выходной, а нам нужно идти на работу, так как нас там ждет Даша. Ее нужно кормить. Шла наша голубушка. Грязная вся. Курицу сразу вытащила, съела. Вот это благодарная собака, не то, что наша Бонни выброжает. Это он все подряд трескает. Она кушает и хвостом виляет всегда. Тут мы еще одного товарища угостили. Это тоже щенком прибился в соседний офис. И живет, тут уже вырос. Мы его тоже угостили. Моя девочка кушает. Хвостом виляет. Моя хорошая, кушай, кушай. Накормили ее, все, наелась. Все, наелась. А вон Тоша хочет пробраться к миске. Там что-то осталось. Друзья, это карма. Я, наверное, проклята. Еще один подкидыш у нас. На видео он такой большой. На самом деле он маленький. Это щеночек. Он очень грустит. Опять написала во все соцсети, во все группы нашего города. Но пока никто не откликается. Глазюхи такие. И совсем ребеночек. Еще зубки молочные. Вот крутится тут возле нашей работы уже целые сутки. Еще у него с животиком проблемы. Животик болит у него. В туалет ходит не очень хорошо. Вот дали сейчас таблетку ему. О! Я думала, таблетка вышла. Вот лечим его. Не знаю. Вообще не дело его, конечно, здесь держать. Это помещение не наше. Поэтому, если вот кто узнает, нам влетит за это. Я вот думаю, может быть, его сегодня заберу к себе на передержку. Послала мужа купить шприц, чтобы попоить собаку. Вот эту собаку. Он купил шприц, который больше, чем собака. У нас было поменьше. Зачем такой огромный? Он сразу залил и все. Гном. Ты представляешь? Посмотри, он больше, чем ты. Даша здесь, он на улице околачивается. Никуда от нее не деться. Даша. Даша и вот. Не знаю даже, как его. Я его гном уже зову. Патян, вышел. Что, полегчало тебе? Полегчало, наулка вышла. Вот такие двери страшные у нас, ужас. Вот они все тут. Все тут собрались. Вот они все собрались. Тебе полегче стало. Ну, Даша и гномыш. Я не знаю, как его назвать. Ты гномыш у нас пока будешь? Жарко на улице. Все попила? Все попила? Что? Что? Ну, ты повеселела, да? Я смотрю. Повеселела? Все? Ты подпривыкла уже? А то совсем тоска была, да? Все уже повеселела наша собака. И этот, господи. Привели Боню познакомиться с собаками. Даша вообще адекватно, реагирует хорошо. А Боня гномыша уже обидела, да? Обидела уже тебя. Боня, нельзя. Нельзя обижать никого. Все, зачем ты давишь так головой на него? Кошмар. Три собаки. Срочно нужно куда-то их всех пристраивать. Боня. Боня. Противная. Классная компашка у вас, да? Классная компания такая у вас. Вот так выглядит ревность. Слюни аж пускает. Смотри. О, хозяйство, да? Вот куда их девать? У нас карма какая-то, да? Мы, наверное, проклятые. Нам всем подкидывают. Постоянно. Ну, Бонька дружит, да? Ну, да. Только сопли висят. Решено гномыша забрать домой, потому что ему плоховато. Короче, он покушал. Все нормально, нос у него мокрый, температура в норме, но вот с поносом нашим беда. Сейчас приедем. Так как будут выходные, буду дома его лечить. Короче, все праздники у нас уйдут на лечение гномыша. Ну, естественно, будем искать ему хозяев. И здесь не очень удобно нам его на работе держать, потому что приходят люди и вот эти вот лужицы. Но как бы мотаться сюда на работу не очень удобно. Гномыш. Он поместился в сумку такую. Я его посадила, потому что с нами еще Боня. Вот она тут смотрит. Мы сейчас ему ограничим передвижение. Поселим его в одной комнате. Буду приучать его ходить в туалет на пеленочку. Ну, короче, все вам покажем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Постелила ему полотенечко, чтобы он на нее в туалет ходил. А он на нее улегся. Дурачок ты. Дурачок. Сейчас пойду куплю ему пеленки одноразовые. Хочу его приучить на пеленку. Я думаю, потом его будет проще пристроить. Если он будет хотя бы на пеленочку ходить. Пилька идет. Ой, не рад Пилька этому гостю. Пилюш. Ну, ты что у меня такой злый днен? Я думала, ты у меня добрый кот. Вон, я ему там соорудила местечко. Подушку сверху положила одеялком. Это еще Ромкин одеялко, когда он маленький был. В самом дальнем углу нашей квартиры. Тут нашла закуточек, чтобы он никому не мешался. Ему, чтобы никто не мешал. И он такой умненький, приходит сюда и ложится, и спит. Умничка. Вот учимся на пеленочку ходить. Ну и, конечно же, подыскиваем хозяев ему. Мы ездили в магазин, брали с собой Боню. Вон, купили два пакета продуктов. Сейчас домой приедем, я вам все покажу. Пока Вадим бегает, деньги снимает. Ему нужна наличка. Покажу. Вот купили кофемолку Бош. Мне мама надарила кофе. Классного такого. А я не могу помолоть. Все. В дороге домой. Мы тут остановились на маленькой речке. Решили воздухом подышать. И Боню прогулять. Купаться пойдем, Оль? Ага, ты что? О-хо-хо, потрогай. Ледяная? Чистый лед. Горная. Сейчас как медведь выскочит. Медведь, а ведьмежатку. Иди попей, Боня. А где наш медведь? Вон он ходит. Иди попей водичку. Шумит так, да? Ну, конечно. И холодно здесь. Бонька, Бонька, иди туда, Боня. На, потихоньку. Смотри, какова. Пьет водичку мой маленький ребеныш. Лучше бы она такая. Вкусная? Бонь. Ты на чертика похожа. Пошли гулять. Я в одной джинсовочке. А Вадька вообще раздетый. Холодно так вечером. Капец, там холодно. А днем такая жара была. Смотрите, как красиво. Закат. Какой-то голубой. Все, поехали домой. Взял, потрогал эти ветки. Прикинь, их срубили, они почки дали. Жалко, да? Ужас. Постелила полотенце возле балкона. Так как балкон закрыли на ночь. И я не успела снять, как этот малыш сходил и посикал на пеленочку. Вот на полотенчик. Умничка. Такой день был, скажи, сегодня насыщенный. Нам еще лекарства нужно выпить на ночь. Такая сабелька. Все, мы приехали домой. Дети тут заждались нас. У нас Полина в гостях. Значит, сейчас мы быстренько покажем, что купили. Первое. Это мы купили вот такую кофемолку Бош. Да, потому что моя кофемолка приказала долго жить. Короче, вот такую кофемолку Бош, не знаю. Она была не очень дорогая. Средняя цена, по-моему, 1100 с копейками. Так. Дальше я купила, как обычно, вот этот гранул. Гранул. Купила корм нашим шиншиллам. Купила гранулы для шиншилл, но на самом деле их очень любит наш кролик. Ну, будут кушать вместе. И литл ван, как обычно, зеленая дарина. Вот. Тоже, да, купили. И купила... Нет. Нет, это корм для гномыша, потому что это лечебный корм. Это для собаки. Да. Ну, он для кошек, но мне сказали, что для собаки тоже пойдет. Он лечебный. А, вот нашла чек на кофемолку. 1190 рублей она стоила. В зоомагазине вот эти три покупки нам обошлись. Ой, где-то в рублей 600, по-моему, да. Не дорого. Нет, это дорого, мне кажется. Короче, вот так. Значит, поехали. Полина мне будет помогать. Купила детям две упаковочки кукурузных палочек солнышка. Написано, что тают во рту. Ой, стоили они, по-моему, по 28 рублей всего. Давай, доставай. Следующий у нас лучок. Лучок. Вот тут у нас даже есть цена. Большой пучок 84,60. Вот. Огромный пучок. В общем, на что помню, цену на то буду говорить. Это понтин. Понтин прови, густые, крепкие волосы, шампунь. 200 с копейками стоил. Точно не помню, сколько. И чек, по-моему, у нас папа куда-то выкинул. Давай. Это растительное масло. Растительное масло. Купили мы вот такую бутылочку. Давай дальше, Полина. Еще вот такой хлеб. Это. Доставай. Купили чебату с луком. Я себе купила халву в шоколаде. Ой, блин, хотела арахисную, а купила подсолнечную. Ну, ладно. Она вроде со стевией, без сахара. А, это все тоже. Все. Не сладкое. Потом опять любимые свои вот эти конфетки. Люблю вот эту шоколадку. Мега фишка. Соль и миндаль. Сейчас, друзья. Вот. Она вот так выглядит. Мне она почему-то очень нравится. Она такая небольшая. И в обед можно чаек с ней попить. Вот такой белорусский сыр. Пиковая даму с ароматом грецкого ореха. Дальше. Купили две вот такие тушенки из курятины. Ну, это мясо кур в собственном соку. Ну, я не знаю. Ну, тушенка, мне кажется, это то же самое. Значит, две баночки. Чаек. Чаек взяли. Грил Филтон стоил 50 чем-то рублей. Чаек с барбарисом. И вот этот вот. Мой муж любит вот этот чай. Ну, просто черный чай. Китайский. Взяли упаковку яиц. Это наши, по-моему, комсомольские или хабаровские яйца. Хабаровские, да. Хабаровские яйца. Взяли багет ржаной заварной. Купили вот такой он черненький. Очень вкусно пахнет. Хлебцы. Вот такие хлебцы. Да, я их очень люблю. Ну, такие я брала, взяла первый раз. Именно вот с травами. Сырочки. Вот эти сырки самые вкусные. Берем вот такие сырки. Их производят в Москве, если я не ошибаюсь. Вот. Сейчас, подождите. С какао. С клубникой. С ванилью. И, короче, всякие-всякие разные. Вот именно вот такие сырки нам очень нравятся. А я люблю такие сырки с зеленым чаем. Мне они все нравятся. Все нравятся? Мне тоже они все нравятся. Очень вкусные. Вот этот мой любимый йогурт от компании Green Agro. Это приморская компания. Да, Вадим? Короче, очень вкусный йогурт и молоко. И вообще молочная продукция вот этой вот компании. Биоряженка. Вот на эту биоряженку мы подсели. Она такая вкусная. Лазовская, это наша хабаровская. Да, Вадим? Да. Короче, очень вкусная. Вот эту биоряженку мы пьем с удовольствием. Как всегда, купили наши любимые йогурты. Местного комсомольского производителя. Вновь набрала свои любимые травы. Салатные всякой разной. А, вот этот вот щавель. Блин, я думала, это не щавель. Ну, ладно. В общем, щавель тоже пойдет. Вот такой еще салат. Ромины любимые хлопья Несквик. Кстати, они подешевели, Рома. Опять 99 рублей стали. Взяла вот такую упаковочку ручек. Они стоили 100 рублей, по-моему, или 110. Что-то такое. Мне понравился дизайн. И они не гелевые, шариковые простые ручки. Короче, купила себе для всяких таких записулек. Так, взяли молоко пастеризованное. Оно у нас разливается прямо в магазине вот в таких бутылки, там, через автомат. Ну, наверное, везде так. Так, муж взял себе вот такую колбасу вареную говяжью. Вот ее цена. Вадим купил вот такую куриную колбаску. Называется рулет куриный фирменный. Вот его цена. Ну, я думаю, на завтрак можно будет съесть пару кусочков. К салату взяли сыр фета. Очень вкусный вот этот сыр. Мне нравится он. Курагу вместо конфет. Чесночок. У нас продается вот такой в упаковочках. Не знаю, везде он так продается или нет. Вот такие сырки берем творожные. Ну, они не глазированные. Там обычный творог с изюмом. И взяла попробовать вот такие цукаты. Из корочек апельсина и из корочек лимона. Я попробовала уже очень... Я уже их попробовала. Они очень вкусные. Короче, цена у меня вышла вот такая вот. Это дорого. За 120 грамм... А, 128 грамм, 122 рубля. Это дорого, да, Вадим? 1000 рублей килограмм. Ну да, 900 рублей там килограмм. Поэтому я взяла совсем помаленьку. И вот лимонные такие же. Лимонные. Вот. 66 рублей заплатила вот за такой вот комочек. За такой маленький. Так. Вадим взял вот такой тунец для салатов. Вообще, когда ты все это берешь, я вообще не видела. Он за скидкой был большой. Всего 59 рублей. 59 рублей? Ну вот, да я даже и не знала. Для салата. Ты салат хочешь с ним сделать? Нет, просто. И так как у нас гостит Полина, я купила ей вот такой блеск для губ, для девочек. Он такой красивый. Трех цветов. Трех оттенков каких-то. Ну, короче, надеюсь, Полине понравится. Держи. Дальше. Все. Будешь губы красить. Короче, все эти покупки нам обошлись в 3 тысячи с чем-то, да? 300-400? Короче. Ой, блин, почти в 4 тысячи, да? Да. Короче, очень все дорого. Можно сказать, это, блин, еды-то тут и не купили. Все так вот. А так он и собери. Ну да. И вот на этом все наши покупки. Будем с вами прощаться. Всего доброго. Пока-пока. До встречи.